Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Сегодня у нас очередная пятиминутка. Сегодня поговорим на такую тему, как правильно перенести настройки OBS студии и вот тут два сценария. Либо сохранить их на вашем компьютере, вы собираетесь винду перестановить, делать какие-то эксперименты с OBS. В случае неудачи, наверное, захотите восстановить все по-старому. И есть даже такой момент, что у меня есть знакомый, который уже больше двух лет успешно стримит на Твиче, но при всем при этом он сам не умеет настраивать OBS. То есть первый раз ему настраивал друг, второй раз это делал я. И вот если вы вдруг сами это не делали, а вам все настроили очень хорошо, вы сможете сделать резервную копию своих настроек. И второй момент, если вы собираетесь перенести настройки OBS студии на второй компьютер. Там есть дополнительные нюансы, потому что эта машина, с которой я сейчас записываю видео, она построена на базе Intel'а плюс видеокарты NVIDIA. Второй компьютер, второй даже ноутбук будет правильнее так сказать, на процессоре AMD и видеокарте AMD. Поэтому есть нюансы. Итак, начинаем с простого. Вы собираетесь переустановить Windows, либо вы захотели сделать настройки вашей OBS студии, но все на одном компьютере с одним и тем же железом. Самый простой способ это не заморачиваться ни со сценами, ни с профилем, а просто пройти в файл, показать папку с настройками. И вот эту папку OBS студия, она весит меньше мегабайт. Ну да, так и есть. Ее проще где-то забэкапить, и в случае, если у вас все полетело там крахом, вы заново будете устанавливать OBS. Вы просто распакуете вот эту вот папочку, что я переключиться не могу, вот эту папочку, которую я вам показала OBS студия, в папку вашего пользователя, AppDataRoaming, все распаковываете, и все ваши настройки автоматически восстановятся. То есть здесь, давайте пройдем в раздел Basic, здесь и сцены будут, то есть коллекция сцен, источники, настройки источников и профили. То есть в профиле хранится такая информация, как стриминговый сервис, на который вы стримите, там YouTube, ну с ключом. Также хранятся настройки видео, то есть битрейт, количество, качество битрейта, масштабирование, какой вы используете метод сглаживания, то есть все вот такие технические параметры. Просто как бы в папке с настройками хранятся еще такие дополнительные настройки, как обновление программы, язык, тема, открывать окно статистики при запуске. То есть вот такая, знаете, информация, которая, допустим, на этом компьютере мне не нужна, а возможно на ноутбуке будет нужна, чтобы он автоматически обновлялся. То есть это такая сопутствующая информация, но вы получите точную копию OBS, которая у вас была до переустановки Windows. В случае, если вы собираетесь перенести на другой компьютер, вот здесь есть такой нюанс, смотрите. Проще всего будет меньше крови установить OBS на новом компьютере и сделать так. Я не знаю, как для вас, ребята, для меня самый важный, ключевой момент, играют именно сцены и источники, потому что это самое нудное. Я их настраивал ручками, конкретно под каждую задачу, под каждый сценарий меня немножечко настраивать это угнетает. При том, что я уже все настроил, я хочу просто перенести вот этот внешний вид, вот это оформление с одного компьютера на другой. И вот смотрите, если там другое железо, профиль, лучше не переносить, особенно если разные видеокарты. Потому что у NVIDIA NEC, своя технология по кодированию видео, AMD совершенно другая. Если вы просто тупо перенесете профиль и настройки, у вас на втором компьютере все будет люто лагать. Если два абсолютно одинаковых ноутбука, то как бы вопросов ноль. Но если железо разное, то проще перенести сцены, делать это очень просто. Коллекция сцен, экспорт, выбирайте место хранения вот этого файла, JSON, сохраняйте и просто переносите его, либо отправляйте по почте, он весит меньше мегабайта, то есть он вообще ничего не весит. Но при всем при этом в таком малом объеме, смотрите, хранится следующее. Не только все источники, сцены, ссылочки, где у вас донаты, на счетчики, на чат, на уведомления, но и даже такие параметры, как преобразование, то есть когда вы меняли размер, приклеивали какой-то конкретной позиции на экране, все это сохранится. То есть я вам сейчас покажу на другом компьютере, ну продолжу снимать на другом компьютере, что вот это вот все я перенес без каких-либо проблем на другой компьютер и выглядит все один в один, как здесь. Итак, давайте запустим OBS Studio на этом компьютере и посмотрим, как мы применим наши заготовки, наши, получается, темки. Так, видео надо отключить. Так, вот, запустились, запустилась уже привычная вам, наверное, по прошлому фрагменту ролика моя тема. Единственное, что здесь немножко другое разрешение. И вот смотрите, инструменты, коллекция сцен и здесь есть импорт. Собственно, импорт мы должны указать вот эти вот файлы JSON. Я воспользовался Dropbox. И после того, как вы воспользуетесь вот этим вот файлом JSON, который вы скопировали на флешку, здесь вы импортировали, у вас перенесутся все ваши сцены и источники. Единственное, что у вас будет такая проблема с источниками, что, к примеру, если на том компьютере веб-камера это один источник, это другой компьютер. И у вас видео с камеры будет пустым. Поэтому вам нужно будет нажать правой клавишей мыши «Свойства» и указать другой источник. То есть там будет модель именно вашей веб-камеры, которая у вас на ноутбуке. Вот я сейчас с ноутбука записываю. Либо вашего стационарного компьютера, где у вас внешняя веб-камера. И то же самое касается любых элементов, которые у вас здесь есть. Если они находятся в другом месте, вам нужно будет просто правой клавишей мыши кликнуть по каждому элементу системы, допустим, вот фон «Свойства», и указать другое местоположение. Но прикол в том, что я поступил проще. У меня что на том компьютере, все хранится в разделе, получается, ну, «Пользователь», я, там, «Владимир» слэш «Даунлодс», слэш «Папочка стрим», и там, собственно, весь материал. И здесь я взял и распаковал все тоже в папочку «Загрузки». Соответственно, у меня все подхватилось, кроме вот именно оборудования. Это видео с веб-камеры. Вот. И здесь были еще другие сцены, которые я вам показывал. Сцены именно для записи через, допустим, «Авермедиус», «Плейстейшн», «Виты ТВ». Я просто правой клавишей мыши на ненужное все поснимал. То есть просто правой клавишей мыши взял и удалил. Вот. Почему я вам советовал не переносить бездумно? Сейчас могу объяснить, почему. То есть почему мы вначале так долго застряло внимание? Будет ли это... Так, ладно, чуть позже отвечу. Да, задавайте вопросы в нашу группу ВКонтакте. Мы вам всегда рады. Главное, чтобы вопросы не нарушали наших правил. Затем в раздел «Вывода». Вот. И вот смотрите, если там у меня был кодировщик NVIDIA. Там, по-моему, N-Sync он назывался. То здесь у меня другой кодек. AMD Advanced Media Framework. И, соответственно, здесь нету N-Sync. И, соответственно, тут совсем другие настройки по запись. Тот компьютер значительно мощнее. Тот все-таки настройный компьютер – это ноутбук. Там и битрейт стоял на 10 тысяч. И, соответственно, когда я здесь попытался записать видео, по настройкам того компьютера, у меня, ну, очень сильно дропался кадр. И играть было не очень комфортно. И все тормозило. Поэтому настройки нет смысла переносить на другой компьютер. Если там не абсолютно одинаковая конфигурация. Куда проще? Просто перенести сцены. Вот это, на мой взгляд, самое-самое главное. Для комфортной работы. Вот такой вот видеоролик. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх. А если у вас есть вопросы, задавайте их. В следующем ролике расскажу, как настроить компьютеры на базе AMD, то есть на процессоре, на видеокарте, для того, чтобы можно было стримить абсолютно вот точно так же, как и под NVIDIA. Потому что я смотрел в интернете. Там, в принципе, все-все-все под NVIDIA. Пожалуйста, чуть ли не наблюдится готовое решение. А в случае с AMD придется делать ручками. Ну что, пока, увидимся! Продолжение следует... Продолжение следует...